Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию вот такую немножечко необычную приманку, которая называется Клинт Хаммер. Она может выглядеть вот так, или же в меньших габаритах. Вот так. Как вы видите, но я предпочитаю это я буду изготавливать по просьбе друзей. Потому что я стараюсь ловить на те мушки, которые несколько легче в изготовлении, но обладают теми же самыми качествами, что и наш Клинт Хаммер. Это может быть или вот такая мушка, как я ее мушка обозвал, которая заменяет полностью Клинт Хаммер. Или же возьмем даже эту нашу Тенкару, любую сухую мушку, которую мы с вами возьмем. Она с удовольствием выполняет функцию этой же шловчей мышки, мушке. Или, допустим, вот такой вариант Эммеджера. Поэтому я сейчас буду изготавливать в основном для вас крючок я возьму ЛС-22-93. Это Гамакатсу. Вот приблизительно такой. Или же можно, если вы хотите и найдете у Гамакатсу Граб Шримп, это Цэшка серия у них идет. Если нет, возьмите Тимка 200Р. Или же вот такой крючок, который для хопперов, попперов, он так и называется. Вот такой формы. Форма, как я ее называю, она одна, как у Тимки 200Р. В крайнем случае, если у вас нет, можно взять обыкновенный вот такой нимфовый крючок и на нем изготовить. Слегка подогнул. Давайте приступим. Значит, нам понадобится совсем немножечко. Я взял специально несколько большей величины для того, чтобы вам было более удобно это все смотреть. Нам с вами понадобится тонкая нить. Насколько тонко 8-0, 10-0, как у вас получится. О своей нитке я не могу сказать, потому что она где-то 0-0, 25, гораздо тоньше, чем 0-17, 17-0. немножко, совсем немножечко нанесем клея на наше цевьё. Особенность этой мушки заключается в чём, что она у нас эмиджер и уже сама по себе должна при погружении в воду уже должна пробить поверхностную плёночку нашей воды. поэтому нам с вами желательно выбрать крючок и сделать тело из такого материала, которое смогло бы очень быстро уже успеть намокнуть. Значит, что нам мы будем изготавливать? Тело можно изготавливать как из даббинга, шерсть, синтетика, всё, что вы захотите. Я взял вот такой остаток павлиньего пера, который остаётся на мечевидных сегментах. Крепим его с вами пока не доходя до загиба, пока только лишь его подхватим. В качестве допустим сегментации можно использовать любой материал, какой вы сами захотите. Ну, я допустим беру довольно-таки крепкий уже проверенный мною. Вот такой материал это из будем говорить из ёлочных украшений, которое присутствовал на ёлке. Достаточно крепкий материал. Мы его будем с вами крепить только лишь в качестве украшения. Можно использовать любой какой вы сочтёте нужным голографический люрекс. То, что у вас есть. Пока ничего не трогаем, не выравниваем, не подравниваем, прихватываем наше тело приблизительно вот так до середины загиба. И ставим крючок в удобное для нас положение, так, чтобы это было удобно. И немножечко начинаем придавать ниткой объём нашему телу. Можно взять это выполнить с помощью даббинга, можно какой-либо другой дополнительной нитью, но учитывая то, что я не буду выполнять довольно-таки пышное жирное объёмное тело, поэтому я просто слегка придам небольшое вот такое вот утолщение и движемся к месту, где мы с вами будем крепить наш ёршик и потом будем крепить перо. значит по величине наш ёршик с вами должен составлять приблизительно если будем крепить в этой точке где грудка он должен закрывать полностью у нас крючок. Поэтому перо я тоже немножечко нестандартное подобрал вот такой расцветочки приблизительно посмотрел по моим бородкам мне подходит. Оно немножко бракованное для моей основной работы но для клин хаммера он пойдёт. Мы с вами крылышко будем изготавливать из остатков вот таких перьев. Это может быть такого цвета или же если у вас есть вот жёлтый оранжевый я использую все цвета какие только лишь возможно это потому что рыбе в данный момент мы ставим антрон для того чтобы мы могли с вами видеть как можно дальше где находится наша приманочка а рыбе по большому счёту ей всё равно она практически на это не реагирует она хорошо реагирует только лишь на то тело которое находится у нас в воде поэтому желательно тело изготавливать довольно-таки дотошно тело можно ещё изготавливать уже очень многие из нас забыли такое понятие как мочало то есть это пакля которую изготавливают из льна или же конопли вымеряем нашу длину длину приблизительно я её делаю ну может быть немножечко больше самой длины крючка тоже несущественно потому что величина сами понимаете не должно быть очень большое и в то же время необходимо чтобы мы достаточно далеко видели если вы хотите можете спокойненько взять добавить парочку волокон антрона посмотрели как будет выглядеть наше крылышко подрезать мы уже его с вами к сожалению потом не сможем немножечко подтянем сколько нам необходимо подведем все оборотки вверх и уже окончательно в одной вот так вот точке хорошо прихватим подним теперь наши перья подровняем и буквально парочку оборотов выполним перед определяем сколько у нас будет грудка что нам здесь будет мешать и лишнее поднимая вот так под углом отрезаем чтобы не было здесь большой ступенечки и окончательно теперь друзья это аккуратненько вот так мы подхватываем так чтобы у нас не было ни бугорков ни ровности потому что это уже будет у нас составлять часть тела теперь я совсем немножко беру для создания тела совсем немножечко вот беру меха серого из которого мы с вами создадим контур выровняем наше тело возьмем совсем совсем немножечко вот так как сколько у нас будет касаться нашей нити столько мы оставляем насколько возможно тонкой должна быть наша дабинговая нить настолько мы ее и сделаем если у вас имеется в наличии допустим другой материал антрон используйте антрон используйте любую пряжу которую вы сочтете необходимым главное подбирайте цвет потому что личинка в основном у нас или же вот такая серая коричневая немножко зеленая подводим к месту крепления наших материалов пера и люрекса и с этой точки мы начинаем теперь формировать небольшое тело следим за тем чтобы у нас не было утолщений и нить наша ложилась ровненько создавая наше тело формируем когда доходим до места где уже будем формировать нашу грудь немножечко можно и пожирнее ее сделать и точно так же доходим до нашего пера это уже вопреки вязанию клин хаммеров я проматываю здесь тоже немножечко дабином нить возвращаю на место крепления там где мы будем крепить грудь как видите почему я так сделал я дабингом уже поднял наше крыло нам не надо 10 раз здесь проматывать ниткой что очень важно ставлю теперь в удобное для себя положение здесь естественно мы сейчас выполним с вами узелочек для того чтобы наша нить никуда не убежала если кому будут мешать допустим при вязании нить можно спокойненько эту нить отрезать теперь что мы делаем нам необходимо с небольшим промежутком или как у вас выйдет допустим с достаточно близко промотать вот нашим перышком вот так все тело чтобы оно было достаточно симпатичным если у нас при обмотке пробивается наш мех который мы намотали это очень даже хорошо теперь окончательно закрепим с вами наше перо остатки отрежем не меняем положение крючка я повернул к вам обычно я крючок всегда поворачиваю к себе поэтому когда вы будете вязать поворачивайте так как это вам удобно и в обратном направлении начинаем уже немножко с большим шагом проматываем нашим люрексом он несет только лишь функцию привлекающую потому что перышко которое мы с вами уже намотали оно по себе достаточно крепкое уже проверенное в качестве тела отчасти чем-то близко по крепости к ости пера даже крепче всех биотов которые мне попадались и теперь отрезаем наши остатки должны мы теперь с вами закрепить перо которым будем выполнять опушку способов крепления пера существует бесконечное множество значит я вам вы выберите для себя как вам удобно а я буду делать как мне удобно но буду рассказывать как надо значит саму опушку мы можем выполнять вернее да обязаны выполнять так чтобы наш ёршик опирался на воду поэтому нам желательно с вами закрепить перо выгнутой стороной вверх теперь я беру прикладываю вот так на всю длину наше перышко так чтобы край моего пера находился возле крыла находил пера находился возле самого крыла вот здесь подхватили пока ничего не трогаем берем поднимаем наше крыло из оранжевых перьев и проматываем по почти всей длине наше перо но так как нам неудобно будет отрезать его если мы домотаем почти до колечка я отрезаю его заранее вот на ту длину которая мне необходима подравниваю чтобы он не торчал и уже окончательно подхватываю вот так наше перо при любых теперь подергиванием он уже никуда не денется как видите если вот так приподнять перо оно у нас уже становится в удобное для нас положение поэтому я беру поднимаю теперь вот так крыло и начинаю и перо и наше крылышко вот так подхватывать повторяю немножко неудобно это я так чтобы было видно вам вот в таком положении подхватили и промотаем совсем немножечко для того чтобы здесь создать ножку на которой будет уже держаться наше перо учитывая то что перо которое я выбрал довольно таки с толстой жесткой осью мне необходимо здесь площадочку подготовить очень хорошую для перед тем как мы с вами будем окончательно обматывать пером нам понадобится с вами даббинг даббинг можно использовать практически здесь любой но грудка как всегда должна быть несколько темнее лучше всего использовать здесь даббинг из пера cdc но учитывая то что я очень люблю перо павлина которое практически сложно заменить чем-либо другим кроме как даббингом металлизированным я беру парочку перьев и сразу беру вот так за кончики и тяну вот ровно сколько у меня оторвалось это оторвется и у вас когда вы будете наматывать поэтому не жалейте отрезание вы не угадаете а когда вы будете дергать его оно оторвется там где ему необходимо и теперь я там где мы крепили с вами перо парочку буквально вот так вот оборотов как вы видите мы закрепили убираем теперь перышки переводим вперед и окончательно здесь закрепили для того чтобы нам несколько удобно было работать и наша нить опять никуда не убегала закрепим ее здесь у колечка парочкой оборотов самое важное и ответственное это то что мы сейчас будем делать нам необходимо с вами слегка вот так перекрутив в перья выполнить обмоточку нашей груди но весь смысл заключается в чем когда мы с вами вот сейчас как вы видите будем обматывать и перейдем сюда у нас здесь выйдет залысина которая у нас и остается поэтому я обычно всегда переворачиваю вот в такое положение и стараюсь как бы на перо вот так намотать раз потом спереди опять наматываю на перо и за счет моего вот столбика как вы уже видите который мы намотали для пера у нас уже ровненько здесь все закрепилось и окончательно я беру теперь спереди опять возвращаюсь опять вот так и у нас выходит нормальная грудка которая хорошо никуда у нас не уходит нет залысин и довольно таки симпатично смотрится теперь окончательно крепим здесь наше перо остатки удаляем и переходим теперь к наматыванию самого ёршика для того чтобы несколько удобно нам было работать я возьму перодержатель так как перышко у меня коротенькое и в какую сторону мы будем крутить здесь уже не имеет никакого значения влево или вправо для удобств существует масса приспособлений которые удерживают у нас вот эти наши крылышки но я вам покажу я обычно беру поворачиваю вот в такое положение к себе так как я наматываю у себя но вам я буду наматывать так чтобы было видно лучше всего повернуть вот так крючок к себе и наматывать в одной плоскости перо у нас не уходит не топоршится и удобно делать завершающий узел давайте выполним намотку удерживаем наше центральное перо количество оборотов необходимо выполнить в зависимости от того какие у вас условия рыбалки если рыба у нас достаточно осторожная и по каким либо причинам она у нас пугливая значит необходимо выполнить как можно меньшее количество оборотов 1 2 3 если мы будем ловить на хорошем течении понятное дело нам необходимо чтобы наш ёршик был значительно пышнее и для этих целей максимальное количество выполняем оборотов как вы видите довольно таки густой немножечко не совсем по перу но достаточно будет и этой нам высоты теперь я беру можно крепить перо подведя колечку но я обычно выполняю обмотку следующим образом перевожу вот в одну из плоскостей удерживаю перо и начинаю вот так там где закончилась моя обмотка выполню вот так вот парочку оборотов теперь беру пару нанесу капель клея на нить и здесь выполню завершающий узел следим за тем чтобы перо не попадало в контакт с клеем вернее за тем чтобы клей не позволил склеиться тому перу на который мы сейчас наматываем если у нас вот образовалась как у меня небольшие вот такие вот взяли мы вот так все убрали остатки нашего клея здесь можно даже не выполнять завершающего узла потому что клей достаточно уже подхватил можно выполнить отрезали и теперь окончательно мы с вами друзья можем взять и удалить остатки нашего пера и вот такая наша мушка которая называется клинт хаммер подтянем немножечко за переднюю часть как вы видите очень удобно подходить колечку привязывать почему я использую вот как вы видите вот такое крепление которое позволяет мне хорошо подходить у меня это место открыто вот и все как вы видите достаточно просто но уловистая хорошая приманочка величина как я вам говорил бывает разная то что у нас вышло несколько больше перо это не имеет никакого отношения благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...